Ребята, в новом году хочу пожелать вам смотреть мои видосы как минимум вот так, с таким видом. Я приветствую каждого подписчика и случайного зрителя. Сегодня, на ближайшие полчаса, я постараюсь хотя бы морально вас перенести в этот потрясающий солнечный город Майами. Я буду честен Майами и близко никогда не был в шорт-листе городов, которые я хотел бы посетить. Почему? Дело в том, что он у меня всегда ассоциировался с Бенедормом или Аликанте, но для богатых. Это два города в Испании, которые застроены безвкусными многоэтажками, которые скупают различные богатые пенсионеры из постсовка, всякие депутаты, актеры, певцы. Мне так казалось, и посетив Майами, это оправдалось. Немалая часть домов в Майами действительно фиг на что похоже, но зато высокая. Из всех этих высоченных зданий, которые красиво смотрятся на горизонте, вблизи сложно обнаружить то, что тебе захочется сфотографировать, как в Нью-Йорке, где многие небоскребы это произведения искусства, причем как прошлых эпох, 18-го, 19-го, 20-го веков, как и небоскребы 21-го века, например, Всемирноторговый центр, или самый тонкий небоскреб в мире, он сейчас так называется. Согласитесь, это красиво. В Майами такого очень мало. Точнее, нет вообще. В Майами большая часть небоскребов мне напоминает просто очень высокие панельки. Просто высокие длинные, постные по части дизайна здания. Но этот город оставил столько приятных впечатлений, что с моей стороны будет настоящим свинством начинать это видео с чего-то негативного. Вы просто посмотрите на эту красоту. Это снимал я. Мне казалось, что такую картинку можно сделать только в фильмах. А ее сделал я со своей, по сути, гражданской камерой. Майами безумно харизматичный город со своей эстетикой, культурой, харизмой, атмосферой, вайбом. Я точно могу сказать, что в Майами есть определенные вайбы. И я могу прекрасно понять тех людей, которым нравится этот город. Здесь по-другому выглядят люди. Они все такие пляжные. У них у всех вот эти рубашечки, знаете, с цветочками. Но если конкретно говорить про мой район, то здесь и понимать особо не надо, что же здесь может нравиться. Гуляющие по всему городу люди на абсолютном чиле. В Майами очень красивые девочки и не менее красивые мальчики. Очень спортивные, подтянутые. Все занимаются спортом, бегают, прыгают. На этих пляжах велосипеды, штанги, гантели, брусья. Со всего города прям сочится. Не то что сочится, он брызгает в тебя своей энергией. Кругом эти яхты, где ты смотришь на людей, и ты вроде как не на яхте. И ты, по идее, должен завидовать, но тебе так кайфово на них смотреть, что ты прям сам заряжаешься этой энергией отдыха. Сейчас покажу пример, чтобы вы лучше поняли, о чем я. Качество, правда, плохое. С телеги скачал, потому что с телефона удалилось. Как же ему кайфово. Я бы на его месте включил бы музыку из GTA Vice City. И вообще по кайфу уплывать туда, куда-то в закат под этот музон. Ля, как же это круто. Да не, вот в эти моменты Майами начинаешь ценить как город по-особенному. Люди отдыхают. Только что приплыли на яхте. Тут приплыли другие чуваки. Вот. Тут у них музыка у всех играет. Сейчас выключили, потому что в порт, видимо, заехали. Ой, нифига там туса. Нормальная такая. Нормальная туса там у чуваков. А я тут футажики снимаю. Каждому свое, как говорится. Вот, кстати, что получилось. Я кайфую с людей, которые вот тут кайфуют. Я не знаю, как это объяснить. На какой-то момент появилась идея арендовать яхту хотя бы на часик, но цены от 400 до бесконечного количества тысяч долларов в час эту идею отбросили. Кстати, ловите бизнес-темку. Я не понимаю, зачем люди покупают квартиры и их сдают. Когда за эти деньги можно купить яхту, и она процентов в год будет приносить гораздо больше. Да, она гораздо более хлопотная, чем квартира. Но и окупится она намного-много лет раньше. Просто ее сдаешь в какое-то агентство, где ею будут заниматься, как риэлтора, только для яхт. Америка, вот она вроде бы вся разная, да, вся такая неодинаковая, разные люди. Но кнопка перехода дороги везде одинаковая. Но тут звука пока нет. Но я уверен, я найду автомат, где он есть. Я его не нашел. Будем использовать нью-йорковский вейт. Немалых денег стоило производство этого видео, поэтому у него есть спонсор, и сейчас одну минуту я ему уделю. Поведаю вам о сайте SourceBuy. Это место, где за сущие копейки вы сможете получить сотни, если не тысячи часов геймплея в увлекательнейших играх. О чем я? Здесь можно очень дешево купить ключи к Steam, к Origin, Qplay, Social Club, Epic Games. Ключи как к старым играм, так и к приближающимся новинкам. Например, Last of Us или Resident Evil 4, или Hogwarts Legacy, или Atomic Heart. Тут игр почти 2000 штук. Здесь также есть очень дешевая рулетка, и что важно, она беспроигрышная. Вы гарантированно за полбаксов всего лишь получите аккаунт с хорошей игрой. И что важно, это не ворованные аккаунты, это их собственная база аккаунтов. У сайта почти 8000 отзывов, и большая часть из них позитивная. Ссылка будет, конечно же, в описании. Итак, нашей стартовой локацией будет Даунтаун Майами, а конкретнее район Бриккель. Это люксовый бизнес-район с многоэтажками. Все они новые, чистенькие, недавно построенные, потому что... Здесь так интересно, здания соединяются друг с другом. Классный такой урбанизированный пешеходно-торговый райончик. Высотки, стекляшки, вообще кайф. Вроде бы и бизнес-центр, но все такие расслабленные. То есть здесь нет чуваков в костюмах, хотя, предположительно, они здесь должны быть, но их нет. Потому что здесь смешанная застройка, здесь и офисы, и жилье. И это дает свои плоды. Здесь и гуляют, и отдыхают, и работают. Какие джунгли, сквозь них просвечивается закат. Это очень уютно, несмотря на то, что это густонаселенный участок города. Но здесь прям так ласково, тепло, уютно, даже не хочется отсюда переезжать. Да, конечно, синий, розовый, фиолетовый неон. Приветливый человек. Что я говорил? А, я говорю к тому, что весь вот этот неон, он настолько неотъемлемый атрибут Майами. Ему так все это идет. О, какая шляпа у чувака. Такую только в Майами можно встретить. Я бы себе такую купил бы. Без шуток, кстати, говорю. Обалденно. Он стоит, гатит. А, это просто лампа. Вы прикиньте, это просто государственная служба поставила лампу, чтобы вот такая атмосфера была. И ведь придает, и ведь получается. Уютнее как-то становится. Майами это город, который расположен на юго-востоке США в штате Флорида. В отличие от Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго, других городов, Майами очень молодой и, соответственно, не очень богатый по части истории город. Еще в 19 веке это была обычная деревня, где жили индейские племена. Активное же развитие города началось аж в начале 20 века, когда в город хлынули американские инвестора, застройщики, которые хотели превратить этот город в туристический центр. Именно поэтому Майами является очень молодым городом, что есть его большим плюсом и минусом одновременно. С одной стороны, он очень свежий, чистый, новый, нет вот этих старых зданий. С другой стороны, старость тоже может быть красивой. И Нью-Йорк тому подтверждение. Именно поэтому, если вы любитель классической американской или европейской архитектуры, то ее здесь почти нет. Перед вами сейчас тот самый редкий представитель той самой классики. Знаете, все говорят о том, что Майами это очень свежий город, это он строился недавно. И в этом могло быть гигантское преимущество Майами. Они могли учесть все градостроительные ошибки Соединенных Штатов и не быть похожими на Нью-Йорк, на Лос-Анджелес, не повторяя их ошибок. В итоге они влупляют огромные магистрали над городами, они делают широченные проспекты, где надо по 5 минут, буквально 5 минут, я не преувеличиваю, по 5 минут. Порой надо стоять на каких-то перекрестках, чтобы их перейти. В чем смысл делать свой город позже других, при этом делая ошибок еще больше? Вот эти две огромные бандуры, они полностью огибают даунтаун, и уже за их границами он, по сути, заканчивается. С одной стороны, у этого есть некоторое объяснение. Да, Майами новее как город, чем Нью-Йорк, чем Лос-Анджелес и другие, но он начал развиваться и строиться в момент, когда в Америке происходила массированная автомобилизация. Когда по всей стране строили гигантские магистрали, гигантские дороги, Майами начал строиться в этот же момент, повторяя все ошибки за другими. Но разница в том, что тот же Нью-Йорк эти ошибки пытается как-то потихонечку ликвидировать. Да, в Нью-Йорке куча велодорожек, куча парков, в Майами этого очень мало. В Нью-Йорке буквально разбирали автомагистрали, которые были над городом. В Майами их наоборот строят. Короче, Майами и, как я понимаю, вся Флорида, это прям типичная Америка в плохом смысле. Город и страна для автомобилей. И раз уж я поднял эту тему, у меня, в принципе, претензия ко всей Америке. Каким образом страна, которая была колонизирована европейцами, огромное количество, десятки тысяч европейцев со Старого Света приезжали сюда и строили эту страну. Как у этих людей с точки зрения инфраструктуры получилась страна хуже, чем их историческая родина? По идее, люди, которые приехали с Европы, должны были перенести с собой весь лучший опыт, а негативный оставить там. У некоторых людей есть какие-то призрачные надежды, что человечество в космос принесет все самое лучшее, все самое худшее останется на Земле. Пример Америки показывает обратное. Скорее всего, человечество там создаст свой собственный вид беспредела. Уникальный беспредел, ни на что не похожий, но беспредел. Что из себя представляет этот город? Есть даунтаун, который под завязку забит высотками, зачастую это жилые здания, они все суперсовременные. Им максимум по 20-40 лет, зачастую там лет 15. А за границами этого даунтауна начинается почти обыкновенная американская субурбия, одноэтажные частные дома, которые мы можем встретить где угодно в Америке, не поняв, где именно мы находимся. Пять минут неспешного шага, и мы попадаем в спальный частный район, где мы можем посмотреть, как же люди живут. Честно, хожу уже минут пять и думаю, а что рассказывать в самый обыкновенный американский спальный частный сектор. И вот этим Америка, она чуть-чуть странная, потому что разные штаты, это как разные государства, у них разные законы, у них даже разные диалекты английского могут быть, особенно на юге. Но при этом есть некоторые вещи, которые в Америке, вне зависимости от штата, не меняются вообще. Это субурбии. Любой американский город, он выполнен словно по одинаковым лекалам. Это даунтаун, от него начинаются субурбии, и они все такие. Субурбии плюс-минус все одинаковые, тротуары у них все одинаковые, кнопки для включения светофора одинаковые. Америка местами очень одинаковая, но и очень разная. Разная она в идее, в культуре, в политических взглядах. Почему у них так похожи города друг с другом? То есть понятно, почему в Советском Союзе все города на одно лицо. Вот есть госплан, все города строят так, а в Америке почему так получилось? Но, несмотря на свою молодость, город серьезно представлен в массовой культуре. У этого города есть собственные музыкальные жанры, собственное кино, собственные сериалы, лицо со шрамом, полиция Майами. Кстати, да, массовая культура зачастую Майами представляет не в самом лучшем свете, как город с рассадником преступности. Так ли это? Ну, да, наверное. В любом случае, преступность в Америке имеет четкие границы. Условно, есть плохой район, где все понимают, в этот район не надо ехать, все. И если ты туда поехал, то ты сам подписался под этот риск. Но прикол в том, что у этих районов максимально четкие границы, вот метр в метр. В метре от этого района все нормально, спокойно, тихо, никто ничего не делает. В целом, по собственным впечатлениям, относительно других американских городов, могу назвать Майами достаточно безопасным городом. Да, стремные районы есть, но они имеют четкие границы, их немного, и ты, в принципе, в них случайно попасть сможешь вряд ли. Сам же по себе город очень чистый, везде куча полиции, шизов на улице практически нет. А что их, что бомжей здесь не так много, потому что это штат Флорида, и, скорее всего, здесь не платят им такие огромные пособия, как в Калифорнии или Нью-Йорке. А вы не заметили, что большую часть видео я показываю всеобщим планом? Красивые горизонты, кадры с дрона, а где, собственно, улицы, общественные пространства? А по ощущениям, в Майами этого нет. По ощущениям, Майами это одна огромная трасса, где по обе стороны магазины, рестораны и прочие заведения. Уюта никакого нет, все шумно, громко, постоянно носятся машины. И как же печально, что одно из лучших социальных пространств в Майами это территория торгового центра. Да, движения здесь сумасшедшие, куда-то гудят, машины носятся, торговые центры. И, несмотря на загруженность трафика, здесь, ну, к пешеходному пространству у меня даже претензий нет. То есть гулять уютно, будучи просто пешеходом, уютно. Ой, какой Бобик классный. С моста, который соединяет два билдинга, две части торгового центра, такой вид открывается. Праздничный, красивый. Ну, сложно, чтобы это не нравилось, правда? Энергетика сумасшедшая. Вот я сейчас снимаю типа город, но вы смотрите на людей, как они все одеты. Здесь абсолютно другой контингент. То есть здесь либо очень спортивные какие-то, в лосинах, в каких-то топиках, либо люди прям на парад, как будто выходят с такими рубашечками, чтобы аж на последнюю пуговицу был застегнут, чтобы декольте прям крутое было. Не часто показываю видосы, где живу, но в этот раз прям хочется показать. Это была одна из самых недорогих квартир в Airbnb, 1200 долларов за 7 дней. По американским меркам это реально недорого. Да, крупные американские города, они очень дорогие, по ценам они даже выше, чем в Швейцарии на самом деле местами. Это касается всего, еды, жилья, услуг, неважно, какой же здесь потрясающий вид. Да, ночью все это особенно круто выглядит. Это не гостиница, это обычный многоквартирный дом. Этим мне и нравятся американские жилые комплексы, что в отличие от европейских, где дома это тупо хаты и все, подъезд, лестница, бетонная коробка. У американцев ЖК всегда идут с сервисами, даже если это недорогой дом. Там будет либо простники, бассейн, либо спортзал какой-нибудь недорогой. А вот бассейн моего комплекса. Покупаться в 9 градусов самое то, поэтому сейчас будем прыгать. Это уже второй бассейн и вся эта ляпота, что самое интересное, она находится на 14 этаже, потому что этажи ниже этого комплекса. Это знаете что? Это парковка. То есть здесь парковка размером с обычный жилой дом. Вот, например, она тоже впереди стоит, парковка. И вот тут парковка тоже. То есть это не жилые, это жизнь здесь можно заметить. У них все так, иначе в Америке нельзя. Общественного транспорта нет, все на машинах. Но тут на самом деле все взаимосвязано. Общественного транспорта нет, потому что он никому не нужен. Он никому не нужен, потому что у всех есть машины, у всех есть машины, потому что нет общественного транспорта. То есть с одной стороны хочется сказать, что у американцев менталитет какой-то не предрасположенный к общественному транспорту. С другой стороны есть как бы Нью-Йорк. И в Нью-Йорке-то нормально живут, все, метро пользуются. Мы сейчас направляемся к спортивному залу. Игровая комната. То есть это не гостиница, это обычный жилой дом. Это, конечно, все входит в цены коммуналки, но аэрохоккей, он того стоит. Если на нем играть в парке аттракционов, то любая коммуналка окупится. Бильярд? Не, ну классное место, мне нравится. Чем дороже и солиднее будет жилой комплекс, в котором вы живете, тем больше сервисов там будет. Уверяю, то, что я вам показал, это по меркам Америки достаточно нищенское здание. В Лос-Анджелесе был в гостях, и там у девчонок дома, в общем, обычном жилом доме, кинотеатр. Видимо, со мной так и было. Да ладно, это что, кинотеатр? Вау. Но об этом в следующем видео. Господи, сколько же я нас снимал с той Америки, вы бы знали. Но это монтировать, это просто кошмар. Эти сотни гигабайт перебирать, это жесть. Я же сам это делаю, у меня никакой команды нет, поэтому ролики и выходят раз в месяц. Возвращаясь к вопросу, что Нью-Йорк и Лос-Анджелес строились тогда, а Майами строится сейчас, в этом есть одна проблема. Лос-Анджелес и Нью-Йорк выстроили красивые исторические здания. Майами их не выстроил. Майами сразу перешел к функциональной архитектуре, которой сейчас перешли другие города, которые уже с исторической архитектурой наигрались, грубо говоря. А здесь в итоге исторической архитектуры не будет. Через 10, 20, 15 лет все вот эти высотки, они будут выглядеть стрёмно. Ну давайте честно, ну это полное говно, а не дом, ну вот абсолютное. Но он не кокущий. Вот, а таких зданий здесь чуть ли не весь Майами. Вот это мне нравится. Это как раз что-то из условно старой застройки. Вот здесь плиточку постелили. Это прям по-европейски, кстати говоря. Стелить такую плиточку тротуарную, там где машины проезжают. Общественный транспорт в Майами это просто прикол. У них есть автобусы, я их пару раз встречал. Пользоваться ими не стал, потому что чудовищное количество остановок и тебе до какой-то точки ехать час, когда на машине 15 минут. Более того, покрытие автобусами города, ну его почти нет. Далее у них идет абсолютное издевательство, надругательство над понятием урбанистика под названием наземное метро Майами. Я не знаю, как этот прикол, анекдот, кринж назвать, но это самое убогое решение, которое я встречал в городах. Весь центр города пронизан гигантской магистралью. Это высоченные, монструозные, такие прям монументальные бетонные столбы конструкции, на которых располагаются рельсы, по которым раз в 10 минут проезжает вот этот маленький фургончик. Огромная масса остановок нивелирует его практически на любую дистанцию. Если тебе надо куда-то далеко, то ты ехать будешь долго. Если тебе надо куда-то близко, учитывая, как часто он останавливается, то тебе проще и быстрее найти пешком. Неужели не было бы проще вместо всего вот этого, чтобы у тебя над головой не катался этот трамвай, построить трамвай, провести здесь полосы трамвайные, и чтобы ездил трамвай, причем с еще большей частотой и регулярностью. Более того, это самое терпильное метро в мире, что имеется в виду. Буквально на каждой станции по громкоговорителю за что-то извиняются. За то, что опоздали, за то, что не работает лифт, за то, что не работает эскалатор. О, вон. Они здесь такие налокированные, стильные, я прям сам видел, как их полируют. Короче, каждая станция, это станция извинений. Простите за то, простите за это, простите, что мы кончены. Спасибо, что вы вообще нами пользуетесь. Именно поэтому, приезжая в Майами, готовьтесь пользоваться Убером. А как же взять машину в аренду, вы скажете? Забудьте! Та условная экономия на такси, если вы снимете свою машину, будет нивелироваться стоимостью парковки, которая большая, и ее надо платить везде. Что вам остается? Покупайте свою машину. А если вы турист, то пользуйтесь Убером. Если вы едете в Америку, всегда учитывайте расходы на такси. Прокатился я только что на вот этой вундервафле, и могу так сказать, что все ее недостатки компенсируются тем, что она бесплатная. Да, я знаю, что она не бесплатная. Для чего они гудят, если тут красный свет, я не понимаю. Лишь бы мне съемку испортить. Вон стоит Урус какой-то недовольный. Да, 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 дай мне видео записать. Я знаю, что она не бесплатная, но здесь нет нигде автоматов для покупки. Как я турист должен понимать, где купить? По всему городу вся вот эта конструкция ради вот этого, ну, выглядит так себе. Хотя они, кажется, пользуются спросом, там много людей. Мало кто знает, но если очень громко и долго гудеть, то пробка начнет рассасываться. В Майами пробки в центре города очень большие, много улиц перекрывают, в том числе все ухудшается из-за тех мостов, которые разводят. Вот это, это раздвижной мост вообще-то, потому что под нами находится пролив. Здесь, когда проплывают какие-то высокие яхты или корабли, его поднимают, и город, по сути, разъединен. Дальше проехать нельзя. Из-за этого этот мост, это не романтическая туристическая достопримечательность, где люди целуются, а место сбора гнева, ненависти, потому что он всех просто раздражает. Люди стоят в пробке, чертыхаются, матерятся, оскорбляют его. Никакой романтики. Опа! Вот я и попал на поднятие этого моста. Надо ждать минут 10-15. Вот такая вот неудобная ситуация произошла. Вот мажор, ради которого огромное количество машин стоит. Пролетел чувак, у него играет латиноамериканская музыка, там девочки, мальчики, ну у них, короче, весело. И у меня такой вопрос, а не много ли чести? Ради одного черта столько людей не может пройти, проехать. Вон целая пробка из машин, из одного чувака. Что за бред? То есть я думал там, знаете, какой-то грузовой грабль сейчас будет. Чел сделал рекламу того, какой он вообще офигительный риэлтор, при этом он даже не удосужился фотку подобрать без обрезанных углов. Я не знаю, он с какого-то выпускного, видимо, взял фотографию и вклеил ее на рекламу. Такое здание классное, у него в виде опор стоят такие полуистуканы, по крайней мере, с такими проглядывающимися очертаниями. Я уже нахожусь на мосту, который меня из этого района переводит в даунтаун, где находится магазин с продуктами, который работает до 11 часов. Это вообще легально? Если вы меня смотрите из Европы, то вы вообще, наверное, икнули. Это как? Магазины могут работать после семи? Серьезно? Да. Могут. Ну что, господа, сейчас у вас будут сводить олдскулы, потому что мы идем в то место, где были практически все мои зрители. Майами-бич. Да, господа, это все были футажи из той самой легендарной улицы Ocean Drive из GTA Vice City. Это максимально тусовочная, яркая, громкая улица с ресторанами, кафе, гостиницами, которые имеют выход на пляж. Мужик попросил себя сфоткать. Ты выглядишь прекрасно. Серьезно? Да. Изначально я думал, что Майами-бич это район Майами. Это не так. Это отдельный город со своей полицией, со своей парковкой, со своим транспортом. Соответственно, там и другая администрация, потому что это отдельный город. Любопытно, что в самом Майами пляжей почти нет. Ну а если вы его найдете, то долго вы там пробыть не захотите. Во-первых, там страшно колючие камни. А во-вторых, там что только не плавает. Вот этот гомункул, вот эта жижа сгусток, это так называемый морской заяц. Все пляжи, которые у вас ассоциируются с Майами, на самом деле это Майами-бич. Изначально Майами-бич это было буквально болото. Но в конце 19 века богатые американцы осушили эту территорию, сделав ее курортной зоной, привлекая богатых американцев и европейцев сюда отдыхать. Первым, главным и самым важным инвестором, который и создал лицо этого города, был Карл Фишер. У него удивительно красивая биография. Он изобретатель ацетиленовых фар для автомобилей. Это фары, которые использовались на первых автомобилях, еще до прихода электрических. Карл Фишер стал соучредителем компании Press Olight, которая стала крупнейшим поставщиком этих фар для автомобилей. Затем он начал инвестировать в автоспорт. Многие слышали про Индианаполис 500. Это одно из самых популярных соревнований в автоспорте. Так вот, он приложил к этому руку. Ну и сказочно разбогатев, он начал инвестировать в Майами Бич. Он строил гостиницы, поля для гольфа, пляжи, буквально строить город. Даже несмотря на Великую Депрессию, он все равно строил, потому что знал, что у этого города есть перспектива. Не ошибся, чувак буквально выкупил болото и построил там город. Притом, по части архитектуры, Майами Бич куда более интересен, чем сам Майами. У Майами Бич есть исторический район, который известен буквально на весь мир. Ну а известен он своей гигантской концентрацией архитектурного стиля Art Deco. Стиль появился в 20-30-х годах прошлого века, и этот стиль имеет уникальные геометрические формы, такие обтекаемые, аэродинамичные, с использованием хрома, стали, стеклянных квадратных блоков. Эти здания окрашены в мягкие постельные тона, с такими морскими мотивами. Это очень эмоциональный стиль, который отражает гламур, оптимизм, роскошь той эпохи. Для того, чтобы лучше проникнуться, посмотрите на всю эту архитектуру с саундтреком из Vice City. Rockstar просто идеально передали эту атмосферу, а игра 2001 года. Я тут в детстве катался, я тут, значит, половую жизнь устраивал себе. У меня здесь, значит, разборки были, я здесь первые деньги, которые зарабатывал, и зарабатывал вот на этих улицах, выполняя не самые легальные заказы. Главное, мама, чтобы не узнала. Я восхищаюсь американским автопромом, это едет просто корвет. А выглядит, как какая-то, я не знаю, Ламба или Макларен за сотни тысяч. Мне нравится вот эта эстетика, когда они на роликах катаются. Есть в этом что-то такое пляжное, релаксовое. Вот еще один корвет, кстати, красивый. Мне нравятся корветы, они выглядят гораздо больше тех денег, за которые просят. Тут иллюминация на отель идет. Да, подсветка добавляет определенного шарма. Но тут реально, я серьезно говорю, я как будто по Гаити гуляю. Вот такая стилистика местами. Нифига. Фига, тут манекены нормальные такие. Ну, слушай, манекены под стать местным обитательницам, потому что здесь фауна, она такая, рельефная. Поэтому и манекены соответствующие. Я хочу заметить, тут достаточно чисто. Мусора нет. Это можно, получается, на следующей улице. Она называется Коллинз-Авеню. И здесь, по сути, все то же самое, только без прямого выхода к морю. И тут уже чувствуется как-то, я не знаю, больше благородности. Хотя мы прошли один метр. Боже, как тут воняет куревом. Вы просто... Вы себе не представляете. Но самая главная фишка в стиле ар-деко, это его потрясающие шрифты, которые имеют нечто особенное. Ты их из миллиарда узнаешь, что это ар-деко. В Майами-Бич есть штука, которая является огромным исключением для всей Америки. Некое подобие дизайн-кода. Это когда многие здания, стоящие рядом, придерживаются определенного стиля. И каково же было мое удивление, когда многие гостиницы, супермаркеты, отели, кинотеатры, даже H&M стараются соответствовать этим ноткам ар-деко. Вай-вай-вай-вай-вай-вай, какая красота атмосферная. Не хватает мужиков с рубашечками, на которых пальмочки изображены. Но мальчики здесь все равно симпатичные, так скажем. Девочки тоже. Ничего так, но они нас не интересуют, правда? Иначе, что бы вам быть подписанным на мой канал? Город из себя представляет длинную косу с набережной, на которую смотрят из своих апартаментов за миллионы долларов всякие знаменитости, певцы, актеры, депутаты, которые, скорее всего, говорят на языке, который вы прекрасно поймете. Потому что все честно награбленное потом и кровью оседает здесь. Их выбор несложно понять. Купил квартиру, сдаешь ее большую часть года, все это время участвуешь в коррупционных схемах, зарабатывая на вторую такую квартиру, ну а на зиму приезжаешь погреться на теплом пляже Кимайами с мыслями о родине. Тут жилое здание Porsche Design. Здание выполнено как музей Porsche в Германии, в таком же цилиндрическом стиле. Они чистые, как будто их только-только построили эти здания. Вот это красивое, вот это красивое. Это, кстати, в этом здании, каждый этаж, это квартира. То есть, ты, каждый этаж. Да, вот сейчас посмотрел, в этом доме 4 спальни, 5 ванных комнат. Я не знаю, зачем так много. Квартира такая будет стоить 8 миллионов 200 тысяч долларов. Если честно, я ожидал больше. Я думал, будет где-то 15 и так далее. Поэтому дешево можно брать. В Майами-Бич улицы Ocean Drive и набережной не ограничивается. Большая часть территорий города это спальный сектор, где уютные улицы с кучей пальм, деревьев, маленькие уютные домики, большая часть из которых в стиле арт-деко, ну и новостроя тоже хватает. Забрался здесь на парковку. Кто бы мог подумать, что такой вид откроется с парковки. А вот так оно. И отсюда открыто. Ну давай, фокусируйся. Я сегодня с айфона, и он... О, все. Какая красота. Вот такие виды с парковочки открываются. Огромный город. Это Майами-Бич сейчас. Вон там континентальный Майами. Классный арт-декошный стиль. Вообще кайф. Что по атмосфере. Помните, я в начале видео говорил про Майами? Что такое релаксовый город и все в этом роде. Так вот, Майами-Бич еще более релаксовый. В Майами еще можно встретить людей в костюмах. Скорее всего, это будут какие-нибудь риелтора, которые едут продавать огромным патриотам по типу Киркорова квартиры в Майами. На Майами-Бич, учитывая, что там тоже много недвижки, риелтора уже ходят тоже на релаксе. В рубашечках с расстегнутыми пуговицами. Вот в этом весь вайп Майами. Релакс. Отдых. Пальмы, солнце, океан. Там офигенная атмосфера. Если вы любите пляжный отдых, ну это очень близко к краю. Вот я был в Ницце, и честно говорю, Ницца как пляжный курорт, ну вообще не вывозит. Ницца очень суетливая, очень шумная. Люди не те, лица не те, все не то. Тут гораздо лучше. Это же касается и Барселоны. У меня есть ролики из этих городов на канале. Вообще не то. Вот эти улицы, автомобили, эти жилые здания, они так греют душу, передать невозможно. Итак, это было первое видео по Майами. Будет еще одно. Решил я так сделать? Нет, не потому что, чтобы ставить больше реклам, я мог просто видео сделать дольше и сделать больше реклам. Я просто не хочу, чтобы у вас размазали впечатления, потому что в следующем видео мне есть тоже очень много чего рассказать. Это большой комплимент городу, если за всего лишь неделю там я могу снять часовое видео. Этим Америка и велика, что такой город насыщенный, богатый, как Майами, это всего лишь один из городов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!